Девушки отдыхают Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринджати, болю і страждання. Не забувайте, що ви, наш глядач, найактивніший співучасник нашої інформаційної війни. Нам треба відстрілюватись, нам треба протистояти нашому ворогові і в інформаційній сфері. Тож дополагайте нам розповсюджувати всі наші відео. Не забувайте нам лишати лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Вмошуйтесь зручніше, зараз буде порід у космос. Дякую за перегляд! 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 Аляску пустить ракеты Х-101, Х-102 в ядерном исполнении, которые как раз 3,5 тысячи километров долетят. Тут не надо запускать сарматы. Я надеюсь до ядерного исполнения. Более того, создадим на территории Украины эту санитарную зону, где они будут размещаться. Это тоже определенный паспорт. Я тут до Атлантики считаю, должна быть санитарная зона. Володь, любимый твой Сталин, тобой Сталин в апреле 46-го года, когда маршал Будённый сказал, давайте, что они там трепят, рубанем сейчас до Ла-Манша. Тогда еще не было ядерной бомбы. Чем мы их будем кормить? А кого кормить? Мы им дадим лодки и удочки. Поплывут в Америку, по дороге ловить рыбу. Сначала, естественно, мы должны освободить Херсон. Он первый на пути. И это уже будет не в первый раз. Вот такая судьба. Вражданскую войну, начало прошлого столетия, это происходило. Вот сто лет прошло снова. Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше Николаев и Одесса. Видимо, этот путь сейчас, путь Суворовая, мы пройдем снова. Как в песне? Он ушел на Одессу, а вышел Херсон? А вышел Херсон, да. Херсон перед нами, прорвемся штыками. Еще есть такая песня. Мы пошли по самому простому пути. Мы спросили, а можно посмотреть список имен людей, чьи трупы были показаны по BBC? И наступило молчание. Я попросил Гутерреша и сказал им об этом опять вчера. Он говорит, ну мы еще раз обратимся. Они обращались уже к украинскому режиму. Никто им ничего не сообщает. Раз не сообщает, значит нечего скрывать. И управление Верховного комиссара по правам человека обращалось по нашему требованию. Никто ничего не рассказывает. Вопрос закрыт. Буча, мессакр, Путин из-за буча, you know, как Байден все это описывал. Поэтому для нас здесь никакой тайны нет. Это провокация чистейшей воды. Что должно случиться, чтобы Россию вернули наконец-то уже к соревнованиям, не только олимпиадам, в целом, чтобы участвовали спортсмены наши под флагом и гимном. Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось и нас бы уже везде пустили. Ну и чего наибольшая боится наддержава Российской Федерации? Звісно, окупація. Что кто-то прийде и пограбует их помешканья без унитаза. Ихни помешканья без газа. Ихни помешканья без коммуникации. В лейні, в бедности, в розрусии они все переживают. Та дай Боже, кафе, чипіндоси прийдут саме до них. От за тем, что они выкладывают в свои социальные мережи, что на голову не налазать, что вызывает обурение, паніку, шуку. Единственное питание, как так можно жить? Но они не люди. Они россияне. Тож, как и всегда, их социальные мережи как векно у настоящего российского жизни. Позывной мне придумали ребята еще с начала с мобилизацией. Как в армии бывает, особенно в боевых действиях, если там самый маленький, значит будешь самый большой. Если самый большой, значит будешь самый маленький. И как бы еще с 22-го года с осени сначала с мобилизацией позывной мне придумали. Сначала с мобилизацией я вообще пришел служить. Повестка пришла. Я и до этого служил. Мне 24 года, Я уже в конце года, будет 6 лет в армии, я сначала служил в десантных войсках 2 года, срочную службу по контракту, потом 2 года отслужил, механиком-водителем был на боевой машине воздушно-садных войск. Потом я оттуда уволился, пошел служить на флот в Севастополь, на корабль. Я уволился через год с контракта с флота, уже был дома, работал, и как бы такая обстановка в стране, и как бы меня не оставили в стране, мне повестку дали, принесли, и я без зазрения какой-либо совести, я откликнулся и пошел защищать нашу родину. Гиацин, это орудие 2А36, это на самом деле точный дальнобойный орудие, если оно все ориентировано, очень даже четко, хорошо, как вот надо и положено, оно бьет в цель, даже на 25 километров оно бьет в цель 100 метров, а поражение радиуса до 200 метров, мы уже наносим им урон. Но это орудие, если оно работает точно, оно им принесет очень большой колоссальный ущерб. И мы делаем, потому что мы выполняем задачу, и это орудие приносит им такой ущерб. И будет приносить дальше, пока идут боевые действия. Кадыровцы, храни их Бог. Вот вдруг оказались нежданные друзья. То и нашего президента оскорбили, на нашу страну пошли. Они кричат сначала по-арабски, слава Богу, ничто иное, Аллах Акбар, это слава Богу. Просто Аллилуйя по-арабски. А потом слава России. Сначала слава Богу, потом слава России. И вы так думаете? Сначала Господь, потом все остальное. Глава Бурятии передал икону Георгия Победоносца 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Образ святого на протяжении всей истории России вдохновлял защитников Отечества на ратные подвиги. Это не просто иконы. Здесь в выходе вложены реальные, настоящие мощи Георгия Победоносца. Георгий, он покровитель воинов. Образ Георгия на гербе Российской Федерации. На груди двуглавого орла щит с изображением Георгия Победоносца. Едаром воинская награда, высшая награда. Солдат – это Георгийский крест. Части мощей святого специально доставили из Иерусалима и вложили в икону. Иконы святые миды, то, что в божестве присутствует, это нужна помощь. Помощь, чтобы победа была. Также главе Бурятии провели экскурсию по 37-й бригаде и рассказали о подвигах военнослужащих. Наши ребята воюют так же достойно, как и деды и прадеды. Троим нашим военнослужащим присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. А всего Героями Российской Федерации являются представители, пять представителей нашей части. Храница икона будет в полевом штабе 37-й бригады на фронте. Там оборудовали полевой храм. Военнослужащие всегда смогут обратиться за помощью и поддержкой к святыне. Добрый день, дорогие друзья. Вот опять приехал на сечку. Посмотреть. Но вы даже представить себе не можете, что здесь произошло. Это просто уму непостижимо. Вот, ребята, я не знаю, что тут происходит в лесу. Поглядите. Нарыли огромный сканар. Труба ПМД стоит. Ходяная. Все полностью изрыто. Располагаются несколько им костей. Смотрите, какие огромные. Что тут будут делать, я даже не знаю. Было хорошее поле. Все, ископали. Обратите внимание. Размеры. Метров 50. Если не больше в длину. Два с половиной метра в высоту. И 10 метров в ширину. Свалили тут лес. Очень много навалин. Если кто-то что-то знает, напишите в комментариях. У меня смущает пластиковая труба, которая сюда подходит. Для чего, не знаю. Похоже, заполняют плуту водой. Два с половиной метра. Все. Попробуем. Родные, не обессудьте, что роликов не так много. Мы с Верой по гостям вчера с родителями ездили. Батя на гитаре играл. Как у меня батя играет на гитаре? Я бы это как-нибудь показала, но у меня родители не блогеры. Они в простой крестьянской семье. Они работают не так, как я. Но я бы вам показала. Там сидишь и рот просто открываешь. Вот настолько... Это просто... Там самый нечувствительный расчувствуется. Очень шикарно играет. Очень. И кто додивился цей выпуск до конца, то и особо от меня отримает такий собі статус наймецнейших, найзалізнейших нервов. Друзья, я вас вітаю. Если вы это сделали, то вы идете в идеальном настроении. Но перед тем, как пить, не забывайте лишать нам лайк для поширения всей зібрано информации. Конечно, подписывайтесь на YouTube канал Курбанова, лайк, коментуйте и обовязково побачим вас уже скоро. Бережите себя, бережите Украину. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok